В Хабаровском районе возле села Галкино развернуты работы по увеличению мощности второй очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Это значит, что уже в 2020 году большие нефти смогут получать рынки стран АТР, а также отечественные НПЗ, в том числе и Хабаровский. Мощность трубопровода увеличится до проектных 50 миллионов тонн нефти в год. Для этого возводятся новые нефтеперекачивающие станции, реконструируются действующие. На НПЗ-34, к примеру, сооружается дополнительный резервуар противопожарного запаса воды. В настоящее время работы по монтажу металлоконструкции резервуара завершены. Ведутся работы по монтажу металлоконструкции технологической эстакады и помещения при резервуаре. Работы сейчас ведутся во всех регионах, где проходит ВСТО-2. В еврейской автономии строят новую станцию, в Амурской области две. Ещё одну НПЗ-27 капитально реконструируют. На ней появится резервуарный парк. На НПЗ-34 заработает специальная установка по вводу противотурбулентных присадок. Эта установка помогает обеспечивать снижение потерь энергии на трение при перекачке нефти. Тем самым уменьшает энергозатраты и увеличивает производительность магистрального нефтепровода. Реализация проекта даст регионам новые рабочие места и серьёзные пополнения в бюджеты территорий. Так, в 2018 году группа компаний «Транснефт» перечислила в бюджет Хабаровского края порядка 2 миллиардов рублей. Предприятие участвует в масштабном проекте по реконструкции стадиона имени Ленина на протяжении 4 лет. На эти цели было затрачено уже более 224 миллионов рублей. Завершить проект по увеличению мощности ВСТО-2 планируется в 2019 году.